Всем привет! Сегодня я хочу с вами порассуждать об одной теме, которая, к сожалению, у большинства наших женщин возникает. Мне недавно был такой вопрос, почему некоторых мужчин можно и нужно дожимать до предложения, чтобы он всё-таки решился на свадьбу, на бракосочетание. Почему он в итоге соглашается, если, получается, его пришлось дожать, то есть изначально у человека на это желание не было. Интересный такой вопрос. Знаете, мне кажется, потому что некоторые мужчины просто слабохарактерные и, скажем так, это, ну, может быть, не отделившиеся от своих мам, матерей, от своей семьи в целом. Мужчины не самостоятельные в моральном плане, которые прислушиваются, и они привыкли прислушиваться, и когда на них давят родители, делать удобное для своих родителей, быть угодными им. К сожалению, у таких людей, которые, в принципе, ну, я не скажу не всегда, но во многих моментах не имеют своего мнения, они прислушиваются, неуверенные в себе. К сожалению, у них есть проблема такая, что своего мнения нет, я буду прислушиваться, и если я откажу родителям, я буду для них плохим, неугодным. Если я им откажу, как правило, то равно меня не будут любить. Это элементы манипуляции родителями, детьми своими из детства, то есть в детстве были такие моменты, что родители своей любовью ребёнка манипулировали. То есть будь удобным, хорошим, правильным, воспитанным, мы тебя будем любить. Ты что-то делаешь не так, как нам хочется, нам нравится, равно мы тебя не любим. Например, избегание социальных контактов, родители не разговаривают, не покупают игрушки какие-то, короче, идёт какой-то блок, блокировка ребёнка. Это всё оттуда. Вот такое поведение с ребёнком закладывают вот такие проблемы во многом. Это вот так вот связь такая прослеживается. И когда женщина другая встречается с таким мужчинами, скорее всего, когда не хотят жениться, может быть, об этом открыто говорят, вот человек, которого надо дожимать, о чём изначально вопрос в видео у меня был. То есть для меня лично, как я вижу, изначально человек не хочет. Его желание отрицательное в этом плане. И чтобы получить то, что ты хочешь, ты должна на него надавить, найти какие-то пути, расположить к себе или супер во всей красе себя показать, прорекламировать, чтобы он захотел на тебя жениться или захотел с тобой заключать брак. Но его изначального желания нет. Скорее всего, дело даже не в тебе. Просто он не готов брать ответственность, не хочет или ещё что-то. Но неважно, дело даже не в тебе. Как бы ты себя ни крутилась, вертелась, ни рекламировала, но не хочет он. Или время не пришло сейчас, или он никогда не захочет этого сделать. Но факт в том, что это отказ определённый, то есть через негатив это идёт. И вот этот момент дожимания, мужчина, которого можно додавить, это ты, по сути, начинаешь быть в позиции его родителей и начинаешь давить какими-то манипуляциями, какие-то проводить. И ему просто привычно эта схема с детства. Он видит в этом что-то родное, потому что родители он своих любит. Он хочет быть для них угодным, приятным, чтобы ему не отказали в любви. Чтобы его продолжали любить, для этого надо подстраиваться. И он тогда под тебя подстроится. Моменты, когда говорят, ой, ну мы не хотели, или у нас через какую-то преграду начиналась семейная жизнь. Это наши родители часто рассказывают, люди, у которых есть опыт. И они говорят, да мы нормально живём, да мы принюхались, да мы притёрлись. Ну что, живём, неплохо, собственно. А когда начинаешь расспрашивать, выясняется, что как таковой любви никогда не было в этих отношениях. Да, притирка прошла, они просто спокойно живут. Ну каждый может на стороне любовника-любовницу держать. Или они просто живут, но никогда искренне, очень друг к другу. Ну типа как бы это партнёрские, дружеские отношения. Может быть, любовь как родственников в брата и сестры. Очень часто в отношениях, из страстных отношений, такое со временем перерастает, когда становятся партнёрами, и нет вот этой любви и страсти. А любовь как к брату, как к родственнику, как к другу какому-то. Ну не как к мужчине, которому хотят ложиться в постель. Нет какой-то страсти, вот тоже такое есть перерождение таких отношений, такое привыкание. Вот мужчина, которого можно додавить, я вообще считаю, что этого делать не нужно. Это большая ошибка и заблуждение женщины. В эти моменты, или вы находитесь, когда в такой ситуации, надо к себе самой обратиться. А зачем мне нужно мужчину этого додавливать? Зачем мне нужен сам вот этот брак? Почему он для меня так важен? Сам штамп в паспорте этот, что он меняет? Скорее всего, вариантов много, но очень часто это банальные несколько штук. Родители так говорят, родители так жили, родители советуют, родители давят. То есть я бы сама, может, и не хотела даже. Ну так как родители на мне сверху сидят, и его родители, может быть, тоже давят. Ну мы типа, чтобы они отстали, расписались. Или вы реально думаете, что это плохо, надо жить в браке, потому что там всё меняет, всё становится по-другому, станет гораздо лучше, я уверена. У нас плохие отношения, мы ругаемся, но если мы распишемся, всё будет классно. Ещё вариант такой, что социальное людьми неприемлемо. То есть родители особо не давят, но показывают, что тёти, дяди, соседи и всё прочее осуждаются жительства вне брака. Я вообще хочу к тому сказать, что надо найти вот эту главную причину. Если у вас с человеком не хочется ему с вами вступать в серьёзные отношения, заканивать их, или вам не хочется по каким-то причинам, это же признак того, что это страхи, сомнения и нежелание соединять свою жизнь в будущем на долгий срок, на дистанцию именно с вот этим индивидуумом, то есть с вами. И, к сожалению, когда говорят, что мужчину нужно дожимать, он сомневается, я бы дожимать не стала. Я бы начала искать другого мужчину, потому что, я не скажу прям насильно, да, мужчины некоторые, скажем так, и ждут такого, которыми нужно управлять, чтобы их там жали на что-то, да, заставляли. Или ещё вот эта манера общения с семьей, как у них там с родителями, им приятная, вот такая манипулятивная, манера поведения и управления, им окей, они это приемлемо. Но, честно скажу, лучше в такое не вступать. Хороший будет, это маленький процент, но будет хороший результат, если вы со временем с годами притрётесь, родите детей, и каждый будет жить своей жизнью, не нарушать личные границы другого, не лезьте или потихонечку там заведёте каких-то любовников для страсти, любви и эмоций. А вот эта лодка, знаете, семейная, которая такая надёжная и не потонет, она у вас вот таким образом, да, будет выглядеть у вас этого мужчины. Это идеальный вариант в таких отношениях, когда надо додавливать, заставлять насильно что-то, по сути, делать. Но каково вам будет приятно жить с этим человеком, зная, что не он сам это захотел сделать, а вы приложили усилия, что вы разлеглись, расстелились, прорекламировали себя максимально, это повлияло на его принятие решения. Как с этой мыслью, то есть это немножко момент такой сомнения закладывается, понимаете? И если вам приходится самой ловить рыбку, прилагать усилия, не ровен час, что со временем с годами, когда вы получите то, что вы хотели, вам эта рыбка перестанет быть интересной. У вас пройдёт запал интерес, и завоёвывать вам уже не захочется, потому что вот этот вот кот, раскормленный домашний, сам идёт в руки, гладится. То есть такая неинтересная будет эмоциональная жизнь. Я бы вообще в такие моменты, когда нужно додавить, я уже о чём раньше пыталась сказать, перескочила с мысли, в такие моменты это не надо додавливать, а надо задуматься, насколько мне это надо. А почему эти отношения нужны только мне, развитие этих отношений? Почему он не хочет, скажем так, узаканивать брак? Я здесь не рассуждаю о том, нужно вообще ставить штамп, не нужно. Все живут по-разному, в разных социальных условиях, в разных друзьях, у каждого разное воспитание в семье. Я знаю пары, их немного, но я знаю, которые живут нерасписанно, рожают детей, имущество записывают в долевых собственностях, то есть всё поровну, у всех всё равно по документам, и не расписываются. Но им так удобно, комфортно, они оставляют себе какую-то лазейку, возможно, без проблем на расставаться, может, какая-то у них неуверенность есть. Это их проблемы, какие-то потаённые моменты, но без росписи это они живут спокойно. И их это устраивает, двоих, никто не идёт. Я знаю, просто такую пару, которые не идут на компромиссы, себя не ломают, я имею в виду, через силу что-то. Не знаю, каждый имеет, знаете, это такой вопрос, каждый будет рассуждать в меру своего воспитания, в меру своих каких-то чувств, эмоций и размышлений по этому поводу, потому что мы все разные и по-разному к этому относимся. Нельзя конкретно сказать, вот я бы как раньше, я бы могла бы сказать, нет, штамп не обязателен, да, как я раньше рассуждала. Потом, с другой стороны, когда есть штамп в паспорте, это как-то с людей скрепляет, от чего-то, может быть, сдерживает, какие-то моменты есть у мужчин или у женщин, измена, ну, блин, узнает, ещё мне потом это разводится, такие проблемы, потеряю там, не знаю, деньги, свой комфорт и всё прочее. То есть, людей иногда это что-то сдерживающим моментом, может быть, сдерживает, это останавливает. Но я, вы знаете, знаю хорошие примеры, когда живут вместе без штампа многие годы, и знаю также примеры, когда там, ну, понимаете, да, и так, и так, покрути, короче, каждый выбирает под себя, как ему удобно и комфортно в этой ситуации. Я бы так это назвала. По поводу таких мужчин, которых нужно додавливать, с которыми нужно вот так общаться, заставлять, возможно, что-то делать. Девочки, хочу обратить ваше внимание, если брать такой стандартный набор «счастья», в кавычках так назовём, да, набор счастья стандартный, то каждый из вас хочет быть замужем, за мужчиной, чтобы за неё решали проблемы или брали 50% ответственности какой-то, забот, финансов и всего-всего прочего. То есть, по сути, делили изначально, да, когда люди в стайке сбивались, потом делали семейные ячейки исторические, да, если смотреть, это просто облегчает свой быт на самом-то деле, это наши инстинкты. Вдвоём проще выживать. И мы до сих пор живём этими инстинктами и продолжаем. Крупные смелые самки, которые самостоятельные, самодостаточные, которые сами себе убьют животное, воспитают, кормят ребёнка без помощи, которые, простите, мужик и баба в одном лице, акулы, возможно, я бы их так называла, такие женщины, их, к сожалению, немало, они по-своему счастливы, этим довольны, и они самцов себе слабых не выбирают, потому что они себе сильных поровни, в ровню с собой найти не могут. Для них многие слабыми кажутся. И как бы зачем мне мужик, когда я сама всё это могу сделать, имеют абсолютно право это рассуждать. Уж лучше быть одной и самостоятельной, независимой, чем с каким-то дрющом, я имею в морально, условно, хлюпиком каким-то, который ничего себе не представляет, а будет там ещё ходить выпендриваться, сам ничего не заработал, у тебя дома там пальцы веером распоряжаться, чем ты ставите какие-то условия. Всё это имеет место быть. Вот я к чему. И если вот каково вам, к чему я веду, что если каждый из вас хочет быть, чтобы брали 50% ответственности, жизни и всего-всего прочего, а как мужчина, которого надо додавить, он уже изначально не хочет брать какую-то ответственность, даже если вы додавите, намекнёте и всё прочее, добьёте своего, а как с ним дальше жить в браке? Так он же от всего будет от многих моментов увиливать, он будет избегать ответственности какой-то. То есть, в принципе, это такой, как бы правильно сказать, заведомо странные отношения, будут тяжёлые, проблематичные, когда мужчину нужно его подталкивать, подсказывать, за него думать в отношениях, что-то решать. Это всё равно выпадает из вот этой вот рамки стандартной. Быть замужем, чтобы брали ответственность, чтобы хотя бы всё 50 на 50 было, ответственность мы там за детей несли, материальную и так далее. То есть, это такой вообще звоночек. Так что я не сторонник додавливания точно. Если человек не хочет, вы решаете для себя, готовы ли что-то ждать, или просто разворачивайтесь, ищите себе другого, не теряя просто время. Вот и всё. Значит, просто не ваш человек. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, как вы относитесь к таким моментам. Мне кажется, я объяснила понятно мою позицию. Я под видео в инфобоксе, разворачивайте его, всегда оставляю свою почту для ваших писем, предложений или записи на психологические консультации в скайпе. Если есть предложения какие-то по темам для видео, пишите обязательно в комментариях, почитаю. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok